Всем привет! Меня зовут Иван Шушканов и это рубрика Барменеджер. В этой рубрике мы рассматриваем все, что касается работы барменеджера. И сегодня мы поговорим об организации работы бара. У меня, конечно же, нет цели за 5 минут обучить вас грамотно организовывать бар к работе, но есть моменты, которые я бы хотел осветить, потому как я почему-то не вижу этого в нашем барном сообществе. А чего конкретно? Я не вижу единой базы хотя бы знаний и навыков относительно организации работы. Я не вижу какого-то единого понимания, как это должно быть на академическом уровне. Мне бы хотелось, чтобы мы все говорили на одном языке. Безусловно, бары организовываются по-разному, есть разные нюансы. Каждый готовит заготовки по-своему, каждый там расставляет бутылки как хочет. У кого-то есть станции, у кого-то нет станции. Это не имеет значения. Основные процессы, которые происходят в баре, у всех одинаковые. И вот это важный момент, о котором я сегодня хотел вам рассказать. Начнем мы с простого вопроса. Какие процессы протекают в баре? Какие процессы есть в баре относительно организации работы? Относительно организации работы бара все известно еще с 80-х годов. Все процессы, которые протекают в баре, известны. Они были описаны в первой редакции международных стандартов качества менеджмента. Так называемые ISO 9000. Так вот, согласно международным стандартам, какие основные процессы протекают в баре относительно организации работы? Первое – это заказ товара. Второе – прием товара. Третье – это хранение товара. Четвертое – это производство. Но производство заготовок и производство готовых коктейлей, напитков и все, что вы там готовите. Ну и, соответственно, это контроль на сервисе. Дело в том, что данные процессы, они не то, чтобы это я придумал или где-то я там что-то взял. Дело в том, что это все 1987 год. Это известно еще с этого времени. В принципе, это не полный список, конечно же, процессов, которые происходят в баре. Но то, что касается организации работы, это основной шаблон, основная матрица. Дело в том, что я бы очень хотел, чтобы у барменеджеров было единое понимание хотя бы основных процессов. Основных процессов, которые протекают в баре. Все остальное, все остальное называется индивидуальные настройки. Так вот, для того, чтобы барменеджерам делиться знаниями, делиться опытом, делиться какими-то интересными технологиями или разработками, они должны говорить на одном языке. Они не должны говорить на… У них как бы должна быть единое понимание тех процессов, которые происходят в баре. Но для тех, кто хочет, допустим, знать чуть больше о процессах, которые происходят в баре, давайте я вам покажу, что еще, какие еще процессы происходят, кроме этих. Допустим, если вы барменеджер какой-либо сети, то у вас здесь еще добавляется такой процесс, как целеполагание. Это перед вами ставит определенные цели. Дальше идет процесс, который называется исследование рынка. Рынка, гостей и так далее и тому подобное. Здесь работают маркетологи, здесь проводится какая-то работа. И следующий момент – это создание продукта. И вот здесь, вот здесь находятся наши… Вот на данном процессе находятся наши товарищи-шеф-бармены. Здесь находятся миксологи, здесь им самое место, потому что целый процесс посвящен именно нашим дорогим шеф-барменам. То есть здесь это очень креативный процесс, когда идет мозговой штурм, проработки. И мы пробуем там миллион коктейлей и выбираем из них самый лучший. И потом после этого начинаются основные процессы организации работы бара. Заказ, прием, хранение, производство и контроль на сервисе. Также, если кто-то хочет знать, что происходит дальше, дальше происходит постпродажный сервис. Так называется процесс. Вот, и, соответственно, потом идет анализ и оценка того, что происходит и насколько мы можем оптимизировать вот эти вот основные процессы, как мы их можем улучшить, оптимизировать, сделать их качественнее, быстрее и так далее и тому подобное. Вот основные процессы, которые происходят в баре. И вот эти основные шесть относятся именно к организации работы. Мы разобрались в основных процессах, которые протекают в баре. И очень часто я слышу такой вопрос от коллег, как мне их мотивировать? Как мне их мотивировать? Вы знаете, я вам рекомендую пока на время забыть этот вопрос, потому что думать надо изначально не о мотивации, а о том, как грамотно организовать их работу. Поверьте мне, если вы грамотно организуете работу ваших подчиненных, ваших барменов, они будут очень замотивированы как бы работать именно в вашем баре. Но после того, как вы все грамотно организовали и у вас все работает, конечно же, можно приступить к той самой мотивации. И раз мы начали говорить о мотивации, давайте поговорим о управлении персоналом и о тех процессах, которые происходят в системе управления персоналом. Управление персоналом – это отдельная система, очень большая, интересная и порой довольно сложная. Но наша с вами задача сегодня понять, какие же процессы происходят в системе управления персоналом и как сформировать эту систему, и что такое система. Основные процессы, которые происходят при управлении персоналом. Первое – это поиск, отбор, обучение, мотивация, оценка и развитие. Оценка и развитие. Дальше идет дисциплина. Или, как по-другому называется, организационное поведение. Здесь, конечно же, могут быть различные вставки, допущения, исключения и так далее. Здесь может быть система кадрового резерва, стартап-команды. Здесь могут быть еще различные дополнительные процессы, которые именно характерны для того заведения, в котором вы работаете. Но стандартный набор процессов именно такой. Так вот, что такое система управления персоналом? И почему этот набор понятных процессов называют системой? Дело в том, что что есть система, что такое система? Это не набор каких-то процессов. Система – это не набор каких-то элементов. Это не бар-менеджер с шеф-поваром, с управляющим и так далее и тому подобное. Это не какой-то список каких-то элементов. Это то, как эти элементы между собой взаимодействуют. Как они связаны и как они взаимодействуют. По-другому систему управления персоналом можно представить в виде вот такого вот цикла, где идет поиск, отбор, обучение, мотивация, допустим, оценка, развитие. Можно здесь вписать кадровый резерв. И здесь так дисциплина. И, к примеру, увольнение. И дальше снова. Понимаете, это цикл. Это непрерывный цикл управления персоналом. Это так называемый жизненный цикл. Жизненный цикл. Как бы нахождение сотрудника у вас в заведении. И это всем понятные и известные процессы, которые происходят при управлении персоналом. И если вдруг вы захотите выстроить целую систему управления вашим персоналом и будете следовать, соответственно, по шагам, создавая систему поиска и отбора, систему обучения, систему мотивации, оценки и развития и, соответственно, дисциплинарную политику, то дам вам один очень достаточно интересный совет. Дело в том, что когда вы начнете это делать, люди не имеют значения. Бармены не имеют значения. Это очень крамольная мысль, которую многие, как понимают, неверно. Люди не имеют значения, потому что имеет значение только то, как эти люди работают. Именно то, как выстраиваются эти процессы и как происходит эта работа. То есть каким образом мы ищем персонал, каким образом мы его отбираем, как мы будем его учить, как мотивировать, каким образом и по каким критериям мы будем его оценивать, как будем развивать. И, соответственно, то, как у нас можно себя вести в баре и как нельзя. И только после того, как выстроена система, выстроена система деятельности, только после этого в нее запускаются люди. И она начинает работать. И когда она проработает какое-то достаточное количество времени, так вот дело в том, что люди имеют огромное значение именно в этот момент, потому что только люди способны качественно менять и оптимизировать эту систему.